Включим номер. Вые. Все. Включаем зеленый свет. Машина поехала. Сердце полигона, на котором то и дело снует больше груза, по-настоящему снежно. Задача Татьяны Антиповой – зафиксировать вес каждой машины и внести данные в специальный журнал учета. Полигонно-прожекторный – один из девяти существующих в городе, куда привозят собранный на улицах Самара снег. В среднем один КАМАЗ способен вывезти с улицы областного центра от 9 до 12 тонн снега. Этой ночью на расчистку дорог вышли 330 единиц техники, в том числе самосвалы, количество которых после снегопада увеличили до 164 единиц. Особое внимание уделили уборке тротуаров и остановок. В обязательном порядке требования по расчистке пешеходным переходом к утру они должны быть расчистлены, чтобы можно было безопасно переходить дороги. Это требования нормативов и надзорных органов. За минувшие сутки в Самаре выпало более 5 мм осадков. Это чуть выше нормы. Ночью на борьбу с последствиями непогоды вышли 89 уборщиков. Они вели расчистку на тротуарах и участках дороги, куда техника добраться не смогла. Убранство пешеходных дорожек сразу же отметили жители города. Активно чувствую, занимаются этими вопросами. И ночью, и днем. Чистят, чистят, не переставая. Своевременная уборка городских дорог и улиц, особенно в период снегопада и оттепеля, находится на контроле администрации Самары и главы города Елены Лапушкиной. Сейчас это одно из основных направлений нашей с вами деятельности. Слова в целом все неплохо, совершенно точно не принимается. Напоминаю вам о возможности привлечения техники по договоренности с предприятием и работе в рамках заключенных уже соглашений. Эту тему тоже, пожалуйста, не упускайте. Устраняли последствия снегопада и специальные колонны автопоездов. Их пустили по крупным дорогам города. Помимо этого, в порядок приводили парки, скверы Самары, а также городскую набережную. Всего за минувшие сутки на уборку столицы региона направили 508 единиц техники. Более 370 уборщиков приводили в порядок городские территории. Работа по расчистке улиц от снега ведется ежедневно в круглосуточном режиме, независимо от погодных условий. Ольга Павлова, Константин Головин. События.